всем привет друзья всем привет из деревни муранегу из италии я с утра полила уже все посмотрите как чистенько красивенько глаз радуется малинка зацвела в горшочке надо ее пересаживать ближайшие дни буду искать место для малины сегодня приехали гости наташа я вас обещала познакомить с моей подружкой вот она наташа сейчас пойдем знакомить ее с домом ну а этого мальчика вы уже давным давно знаете это мальчик хельмут рад рад что приехал сюда рад они сегодня ночью трудно было два часа заявились я их и не ждала наталья уже обследовала участок говорит какая прелесть такая вот природа натуральная швейцарии нет такого все вычисли вычищена вылизано до последней травинки кругом засыпано то гравием то какими-то этими песочками а у нас все в натурале до наташа дикая природа нравится говорит сейчас пойдем покажем ей дом и сегодня у нас в планах съездить на море так что возможно будут видео с моря я купаться не буду я коробки не разбирала не могу найти свои купальники но человек приехал конкретно купаться так что удовлетворим ее желание разгрузили машину и опять весь двор заставлен пакетиками коробками ящиками боже мой когда я это все разгребу и разберусь привезли растения из этого из швейцарии те что вот хельмут купил но почему-то не цветет надо наверное пересаживать тромбетта его любимая видите нет цветов варум брумэн гиптэс нихт сейчас мы у него спросим он вам все с профессионально объяснит а гиптэс я брумэн а он сказал вот бутончики то есть скоро будут надо будет пересадить в большую плошку и пусть себе тут живет и цветет походила сегодня посмотрела вы посмотрите что у меня творится прошу прощения за одежду она постоянно что-то фигурирует вы посмотрите что у меня кошка с котятами наделала со второй вазой гладиолусов я сегодня с утра выхожу а они тут возлегают все три конечно я не успела снять видео потому что они умчались дикари мои ну так хорошо с мамкой здесь было им красиво уютно в гладиолусах вот конечно неплохо в гладиолусах то вчера пропалывала траву и нашла вот этикетку от крыжовника даже не знаю что за сорт может быть кто-то знает хинномарки не знаю надо посмотреть в интернете в общем красный крыжовник и что здесь написано что мы правильно его посадили он любит солнцепек любит полутень и не переносит тень и я всегда просто по белому завидовала когда люди показывали свои плодовые ягодные кустарники или плодовые деревья и показывали какой у них урожай вы знаете дожила я нам до этого светлого дня сейчас я вам тоже урожай покажу вот пожалуйста а что если учесть что я его только весной купила и он у меня еще первый год только-только прижился и вот горсточка ягод 3 ягодки мы съели 3 ягодки я нашла опавшими уже там мурашки копаются то есть я считаю на следующий год будет довольно хорошо сегодня соберется вечером семья за ужином и я всех угощу все попробуем по ягодке с первым урожаем нас лиза опять с утра сбежала вот в эту норку скорее всего где-то здесь но сосед сегодня с пилой вернее не спелось с косой с электрической жужжит она могла испугаться и куда-нибудь сигануть но надеюсь что вернется вчера вечером как только стемнело я дверь оставила открытую и слышу ли за хрустится то есть пришла домой девочка умная так что буду надеяться что она освоит какой-то клочок для себя лишь бы ее не обидели здесь зверья полно такого что могут обидеть вот за что я боюсь смотрите бабочки летают какая красота какая благодать попрошайки пришли ну что я же вас недавно только покормила ребят да идите водички попейте и все пройдет я уже вас два раза кормила что так хочется кушать и тебе хочется кушать вот и мой золотой мамки повторяет мамки вторит ну давай проси проси как мама тебя учила просить один мой сладкий а другая сидит в ухе чешет а за что вас кормить ребят вы мне гладиолусы помяли за что ну что вы не специально то не хотели думали просто так да ладно ладно ну сейчас покормлю ладно раз ты извиняешься покормлю да сейчас покормлю подожди ты что какая настырная принесла поесть к трусишкам моя тень закрывает вот сейчас идите кушать и что-то мама не видно он один сидит в углу и другой сидит в углу а кушать то хочется а страшно-то как идите скорей идите идите вам надя принесла покушать идите выдавила пакетик жидкого корма такого влажного и положила сухариков пусть привыкают зубки чистить да да моя прелесть посмотрите какая прелесть вы только посмотрите какая прелесть голубоглазый иди давай ешь трусихи трусихи ладно ухожу не буду мешать ухожу видноградная лоза приехала вот в таком плачевном состоянии посмотрите ох моя любимая лоза не знаю хельмут мне сказал что они ее нашли упавший на землю то есть подломилась эта часть дуги которую он оставил и лоза валялась на земле и была уже надломлена кому верить не знаю конечно надо верить вот корень очень короткий вытащили очень я их конечно за это отругала но буду надеяться что чего-то отрастет если не отрастет единственное что остается порезать одну хорошую лозу выбрать ветку порезать и поставить в землю я уже так делала у меня корни пустили только так что ж придется перед ней извиниться за то что с ней так поступили но обстоятельства бывают сильнее нас будем сегодня вечером пробовать ее посадить сейчас очень жарко еще хотела спросить у вас знает лишь кто-нибудь что-нибудь про цикорий вы посмотрите у меня очень много цикория по всему огороду по всему участку хорошие красивые большие кусты если я правильно понимаю это цикорий там вот в глубине и тоже есть два или три больших таких красивых куста я их пока не выдергиваю потому что я знаю что это лечение лечебное растение что с ним можно сделать посушить отварить не знаю в общем прошу совета сначала может быть кто-то на собственном опыте знает потому что в интернете очень много всего написано конечно я обращусь туда но лучше если мне кто-то подскажет хотела порадовать вас сегодня фотографиями с моря но так сложились обстоятельства что на море мы не поехали вернее только мы с хельмутом хельмут себя не очень хорошо чувствует разболелась спина он сказал я останусь дома но я естественно осталась не вместе вот потому что ваня надо поставить на место фургон а там у него двухместный мотоцикл и в общем он взял наташу они фургон увезли сегодня стекает срок его аренды двое суток и они там проедут на парочку часов на море наталья приехала естественно на море искупаться конечно она и к нам приехала в гости дом посмотреть она здесь ни разу не было только фотки видео до рассказы вот и ладно море от нас никуда не уйдет завтра ваня выходной мы завтра наверное все вместе туда и поедем вот что я хочу пользуюсь случаем рассказать хочу рассказать про переезд в швейцарии сколько это стоит из швейцарии куда-нибудь и вот здесь переезд в италии то есть конечно про переезд в швейцарии я знаю только со слов мне рассказала кристина как она переезжала 18 лет назад из квартиры в квартиру и небольшое расстояние в том же самом кантоне вот где мы жили в тургау в этом доме она жила недалеко совсем но я не знаю сколько там километров ну километров 15 может быть то есть но на верхнем этаже и пришлось заказывать машину с подъемным устройством сейчас же ребята грузчики ну эти вот водители грузчики как их называют там не знаю они по лестницам не скачут не таскают они сейчас все через балкон через окно с подъемными устройствами с лебедками очень удобно она говорит заплатила 8 18 лет назад почти 2000 франков вставляете какая цена вот она говорит утром приехали в семь утра разобрали мне мебель развинтили все разгрузить загрузили ягод уже приготовила коробки приехали на место они же мне гать всю мебель собрали учатал что там у нее той мебели то один шкаф стол диван кровать и что у него там еще я уж не помню полки какие-то пожилая женщина с какой мебелью тем более в швейцарии они же не не такие как мы это у нас с хельмутом никак мы нашу мебель не вывезем вот в 2000 наташа вот это моя подруга она тоже где-то 18 лет назад переезжала из берна в романсхор ну она живет уже 20 лет в швейцарии замужем была то есть у нее семья они переезжали с мужем и с ребенком и от берна до романсхор на там конечно расстояние довольно приличное где-то два часа на машине вот если ехать туда до берна вот они заплатили почти 10 тысяч франков ну у них там конечно мебели побольше всего вот мы когда позвонили когда стали готовиться к переезду мы позвонили в эту фирму который занимается перевозками нас просили куда сколько километров сколько часов то есть машину нам насчитали что-то больше 2000 по часовой вот ну мы сказали что мы едем 6 часов туда 6 часов обратно но дело в том что фургон груженный едет подольше то есть мы на легковушке 6 часов фургон может и 8 и 10 проехать то есть они насчитали по минимуму где-то больше 2000 только за фургон за машину грузовую это они считали где-то по-моему по 25 если не ошибаюсь или по 15 или по 25 франков за час но это только по часовая аренда машины еще плюс километраж за каждый километр там чего-то набегает потом конечно бензин или дизель на чем там машина ездит скорее всего на дизеле и потом виньетка потом еще чего-то они там говорили ну всякие разные мелочи какие-то вот и того нам насчитали что-то очень сумму такую астрономическую я сказала хельмут по моему тоже около 10 тысяч я сказала хельмут я сама пойду пешком за эти деньги и на спине шифонер потащил почему бы нет русские женщины все могут но это конечно шутка мы конечно отказались и стали искать другие способы конечно мы очень много сами перевезли на на нашей маленькой машинке мерседес оказывается она такая вместительная вот мы же каждые две недели ездили раз в две недели мы ездили и никогда не ездили на пустой машине всегда полная то одежду перевозили мелкую мебель какую-то там много всего перевезли сами да потом нам друзья помогали ханс роди вот шеф там перевез стекла окна мы получили в германии заказ заказывали несколько шкафов то есть он с нас ни копейки не взял спасибо ему дай бог ему здоровья потом ребята алёна с денисом тоже приезжали к нам гости мы там экскурсию совершили на рейнский водопад по данной рейнский водопад и они нам тоже очень много отвезли сюда нашего добра тоже спасибо им большое тоже им здоровья и всего хорошего и что еще ваня вот два раза мы заказывали фургон думали одним разом обойдемся а не получилось одна меня подписчица на я спрашивает нельзя ты уверена что у вас двухкомнатная квартира швейцарии что то вы возите 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 никак не вывезете как будто у вас огромный особняк а хельмут у меня наоборот говорит на это вот представишь там это у нас две две комнаты в квартире у меня все стояло по углам все хорошо все утрясено все как-то уставлено места хватало даже еще место свободное было а сюда говорит у меня где здесь комнат 10 комнат вот так если посчитать где-то 300 метров квадратных 290 наш дом и у меня говорит я привожу и у меня не хватает нет места чтобы куда-то поставить на самом деле у нас все забито все завалено все забито ну у нас же один-то этаж там еще в стройке весь вот ну конечно у нас тут все в коробках в пакетах стоит в каких-то сумках вот все что можно было найти дома я все задействовала все забила так уж столько добра нажили шерпа делаешь то вот мы переехали так у нас получилось вот посмотрите сколько стоит фургон 339 60 но триста сорок можем так сказать мы заказывали на двое суток вот такой фургон вот такой фургон вот такой он не очень большой ну и не маленький то есть плюс еще бензин где-то 80 евро туда и 80 оттуда винетку мы покупали в начале года даже вот денис соленой ездили с этой с нашей винеткой то есть винетка у нас получилось съездила в швейцарию три раза туда обратно помогла нам и того значит вот получается где-то в общем в общей сложности если триста сорок и сто шестьдесят пятьсот то есть два раза по пятьсот тысяча то есть мы уложились тысячу перевезли очень много всего очень много на самом деле два фургона загруженных забитых вот ну и оставили они там я ребята чего там оставили то вот оставили два пакета пельменей в холодильнике и кастрюлю чтобы их сварили то есть нам с хельмутом надо будет туда еще ехать документы подписывать квартиру сдавать фотки с моря я вам не показала зато показываю вам коллекцию тарелок даже две которые мне просто так подарили захожу я на кухню и вижу вся стена увешана этими тарелками я спрашиваю сколько будет стоить вот эта коллекция они переглянулись и сказали забирай просто так я конечно не отказалась деньги навяливать не стала они мне все сняли завернули в газетке пыль я промою сама тут немножко пыльно это не важно вот смотрите две коллекции одна с 1980 года 1980 81 82 83 4 и 5 это датская коллекция и 2 коллекция 6 тарелок почему только до этого года не знаю 80 тоже 81 и до 85 это война это бавария мюнхен германия немецкая коллекция то есть вот смотрите я стала владелицей двух маленьких коллекций вот этих тарелок то есть для людей совершенно ничего не ценно то что коллекционировали их родители то что ценили чем интересовались отдали и все ладно спасибо им на этом здоровья им крепкого и всего чего хотят сами а вот на этой ноте я с вами попрощаюсь до следующего видео вам желаю тоже всего доброго пока пока с вами была надя